Люди любят вязать, а также они любят шить. Посмотрите, сколько инструментов и наборов. Сегодня, может быть, затрону только верхушку этого айсберга. Все шесть товаров на одной странице подряд являются бестселлерами. Добрый день, всем привет! С вами Маша Каганович, я маркетолог компании WesternBit. Наша компания помогает продавцам продавать ваши товары на международных маркетплейсах, принимать оплату с помощью PayPal, а также доставлять их до двери покупателя. Итак, в этом видео я хочу поднять такую наболевшую тему. Вещи, материалы для рукоделия. Смотрите, несколько лет назад, еще когда я только начинала свою работу в WesternBit, я сняла такой ролик, который называется «Бизнес или хобби». Я обязательно дам ссылочку на этот ролик там внизу в описании к этому видео. Многие люди, может быть, вы в том числе, очень любите заниматься какого-то рода рукоделием, ну или какого-то рода искусством. Шить, вышивать, картины, например, писать, работать по дереву. Если вы просто любите то дело, которым занимаетесь, да, то есть вам не нравится делать его на продажу, вам просто нравится вязать, вы получаете удовольствие, очень часто не спите ночами, очень часто вам жалко даже продать эту вещь, которую вы связали. Значит, это все признаки того, что вы занимаетесь не бизнесом, а то, что у вас есть хобби. Сделать из этого полноценный бизнес и продавать эти товары на интернете, конечно, очень трудно, потому что нужно найти свою нишу, нужно найти своего покупателя. И проблема очень часто заключается в том, что если у вас есть это хобби, то, скорее всего, это же самое хобби есть и у многих-многих других людей. То есть вы умеете и любите рисовать. Кто-то другой, может быть, рисует хуже, но он тоже хочет научиться. Или он тоже уже и рисует. Очень мало людей, на самом деле, покупают, скажем, вышитые картины. Ну, вы видели когда-нибудь на стенке у кого-нибудь вышитую картину, если она не сделана его собственными руками? Или ему не подарил ее кто-то, там, сестра или мама? Обычно для женщины это предмет гордости. Вот посмотрите, я сама вышила какую красивую картину. Вот это желание что-то персонализировать, оно проявляется не только в том, чтобы купить какую-то вещь, а просто сделать эту вещь самому. Всем хочется попробовать. Поэтому в YouTube так популярны эти видео, как сделать это, как сделать то. На Etsy оказывается, что категория товаров для рукоделия – это самая, просто самая популярная ниша. В этом видео я хочу дать вам мотивацию и вдохновение посмотреть на эту группу товаров. Значит, эта группа товаров настолько огромна. Сегодня, может быть, затронула только верхушку этого айсберга. И, возможно, нужно будет еще снимать несколько роликов на эту тему, если, конечно, вам интересен будет этот контент. Может быть, вы сами дадите мне какие-то идеи. Смотрите, если вы занимаетесь шитьем, например, то, скорее всего, у вас есть поставщики, да, с которыми вы работаете, которые поставляют вам иголки, нитки, материалы. Если там вы вяжете, то, скорее всего, вы покупаете где-то пряжу и там станок или что-то еще, какие-то другие инструменты. Обратите внимание, что все эти вещи пользуются огромным спросом на Etsy. Сегодня я покажу вам некоторые из этих вещей. Так что, если вам интересен такой контент, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и регистрируйтесь на сайте westernbit.com. Плюс к тому, что люди любят и все больше и больше хотят персонализировать вещи, заниматься своим рукоделиванием, у них есть свободное время. Еще есть одна очень важная вещь. Смотрите, на Etsy к концу 2019 года было почти 46 миллионов покупателей. И плюс к этому на Etsy еще 2,5 миллиона продавцов. Так вот, если ваши, ну, уже конечные товары, ваши рукоделия или винтаж покупают эти 45,7 миллионов человек, то добавьте к ним еще эти 2,5 миллиона, и у вас будут и продавцы, и покупатели. То есть сам по себе рынок на товары для рукоделия намного больше и шире. Потому что те люди, которые продают товары на Etsy, они очень часто смотрят и покупают сырье для своего рукоделия тоже там же, на этом же маркетплейсе. Я надеюсь, что я смогла вас немножко уже сейчас зажечь и промотивировать. Теперь давайте реально посмотрим, о каких товарах вообще идет речь. Ну, давайте начнем с самых простых и незатейливых этикеток для одежды. Как вы видите, этикетки могут быть разные, могут быть стандартные, с разными размерами, могут быть персонализированными, там, для лого разных магазинов. Я просто была поражена, как много бестселлеров на первой, и на второй, и на третьей странице. Очень редко встретишь какую-нибудь нишу, где просто один за другим идут эти бестселлеры. Ну, давайте вот сейчас посмотрим просто. Вторую идею – это элементарные рамки для картин. Рамки могут быть разные, они могут быть с магнитом, вот как эти, или просто деревянные, вырезанные, опять-таки персонализированные. Просто обратите внимание, я взяла первую страницу, все шесть товаров на одной странице подряд являются бестселлерами. Видишь, тебе селла, бестселла, бестселла, бестселла. А также, например, бусы. Посмотрите, сколько на одной странице продается бус, и они все бестселлеры. Бусы, опять-таки, могут быть разные, мелкие, крупные, большие, для бус, для бижутерии, для сережек, все что угодно. Конечно, это товары достаточно дешевые. Я не знаю, сможете ли вы конкурировать с Китаем, или с какими-то другими поставщиками из Америки в этих товарах. Я просто сейчас даю вам идеи. Возможно, что-то из того, что я показываю вам, стоит дешевле у вас. И, может быть, у вас есть уже какие-то поставщики или знакомые. Очень часто люди отдают просто ненужные какие-то материалы или инструменты. Иногда такие вещи можно просто купить где-то за бесценок. Просто обратите внимание. Давайте сейчас посмотрим на материю. Fabrics. Здесь я бы хотела отметить несколько вещей. То, что пользуется спросом, это те темы, которые сейчас вот на злобу дня. Вот организация Black Lives Matter. Жизни черных важны. Или те же самые единороги. Или, например, очень много людей делают, скажем, журналы или книжки. И вот такая вот бумага или кожа, или материя, из которой можно сделать книжку или журнал, тоже пользуется большим спросом. Посмотрите, популярнейшее рукоделие – это вязание. Тут могут быть и спицы, и крючки, и крошей-хокс, стычмейкерс. Это, ну, такие вот штучки для того, чтобы делать петли в вязании. Ну, в общем, я не уверена точно, как это называется по-русски. Но идея в том, что различные инструменты для вязания пользуются большим спросом. Вот, например, такой инструмент для пряжи или специальной линейки. На самом деле предметов тут очень-очень много. Люди любят вязать, а также они любят шить. Посмотрите, сколько инструментов и наборов. О, если вы наберете вот это вот Sewing Kids на Etsy, вы увидите такое количество разных иголочек, ножниц, просто вот этих сумочек. Замечательная ниша. Теперь давайте поговорим просто о разных материалах, которые продаются. Помните, я показывал там сумки, которые сделаны из пробки. Знаете, сколько разных маленьких поделок рукоделия делается из половинок грецкого ореха. Люди делают очень много и подарочки туда вкладывают, и украшения. Смотрите, очень сейчас популярна вот эта толстая пряжа, да, Chunky, Chunky Yarn. А потом всякие там цветочки, наклейки. Эти все материалы продаются на Etsy, и они пользуются большим спросом. Давайте посмотрим о том, что люди делают игрушки. И они их не только покупают, но они хотят их сделать сами. Вот смотрите, какая изумительная леса. Это леса, которая сделана из бумаги. То есть можно придумать или сделать свою какую-то птичку, да. Вот эти наборы, это называется Kids, Toy Kids, да. Или вот это Selt Kids, когда ребенок, или там, ну, может быть, это не совсем для ребенка, но для мамы. Она может шить какую-то игрушку для ребенка. Или вот такие вот вещи, которые взрослые и дети могут делать вместе, проекты. Вот они могут быть сделаны из шерсти, из бумаги, из материи. Смотрите, картины своими руками. Ну, я не знаю, опять, на первой же странице пять или шесть бестселлеров. И здесь не обязательно там популярные картины какого-нибудь Мане или Матисса. Вот примеры просто индивидуальных работ, которые сделаны таким образом, что их очень будет легко перерисовать по номерам. И прилагается к этому краска. И они могут сами нарисовать свою картину. Кстати, здесь же тоже работает персонализация. То есть, например, свое домашнее животное или ребенка. Человек может нарисовать сам. Он присылает вам фотографию. И вы делаете из нее вот такой набор. Разрисуй по номерам. Давайте теперь посмотрим на вот эти patterns. Это выкройки. Сколько раз я пытаюсь найти какую-то вещь на Etsy, но вместо этой вещи мне всегда выпадают эти выкройки. Я не знаю, какое количество товаров там продается. Но это безумно популярные вещи, особенно винтажные выкройки. Выкройки также можно продавать на вязаные или сшитые игрушки. Но вот здесь, как видите, смотрите, такой опять единорог. Какая девочка не хочет вместе со своей мамой сделать своего собственного единорога? Или мама, например, свяжет погремушку для своего новорожденного. Если вы можете вырезать какие-то вещи из дерева, то посмотрите, это называется laser cuts. Например, люди, которые делают вот такие бантики. Как они их делают? Им нужны обязательно вот такие вот заготовочки для бантиков. Популярнейшая вещь. Также звездочки, также персонализированные, вырезанные вещи. Потому что иногда люди, которые продают свои товары, они не делают эту персонализацию сами. Они заказывают ее где-то в другом месте, на том же Etsy, например. Здесь же может быть не только деревянные, но и акриловые laser cuts. Вот посмотрите, вот всякие там блестяшки, бусинки, деньги. Ну, по-моему, это сделает 2 копейки. И стоит это достаточно хороших денег. Тоже продаются такие вот, видите, custom персонализированные. А куда их можно делать? Ну, многие люди приклеивают и к одежде. Например, на чехол мобильного телефона очень часто люди наклеивают. Там на свой кошелек. Да куда угодно. Ну и последнее, как я еще раз говорю, что это верхушка айсберга в данном случае. Это простые манекены. Люди, руки, детские манекены. Это могут быть головы, разрисованные, а также сшитые, с красивыми дизайнами. Самые дешевые стоят около 100 долларов, между прочим. А вот такие вот дорогие 150, 200, 1000 долларов может стоить вот, например, вот такой манекен. Вот я предлагаю посмотреть просто на подобные вещи. Может быть, даже как-то дополнить ваш магазин вот такими вот интересными идеями, материалов для рукоделия. Я надеюсь, что это видео было полезно и интересно для вас. Большое спасибо за внимание. Всем пока.